здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы продолжаем наш разговор о молодежных течениях 20 века у нас гостях снова алексей щербаков ну а я елена прудникова снова буду помогать ему делиться с нами этими знаниями здравствуйте 52 года назад в мае 1968 года случилось событие которое впоследствии назвали красным маем случилось что с небольших молодежных волнений пошла такая волна что франца буквально встала на уши и эти события до сих пор особенно либерально настроенные граждане во всем мире называют началом современного мира и в самом деле если присмотреться то вот так на первый взгляд очень похоже на последующие бесконечно цветные революции и на сегодняшние позиции вот либеральных товарищей господ и на войне от прочих устроить нечто подобное то есть вот явно корни там ну а что это бы было ли это так или не так поэтому посмотрим начнем с того что западная молодежь и французская в том числе 60-е годы были во многом нет не придерживались не только левых убеждения ультра левых убеждений с чем это было связано ну я уже в прошлой передаче говорил повторимся еще раз это обаяние кубинской революции и других движений за третьего мира против колониального владычества кроме того на это наложились две войны во франции первая война за независимость алжира который двиг шла 10 лет и какие годы с 50 с 52 по 62 и левой молодежью этого воспринималось как освободительная война вторая война это уже не их была американская война которая тоже воспринималась как империалистами в вьетнаме что вьетнаме добавить нами как почему ультралевые они обычные не к социалисты не коммунисты ну во первых это конечно двадцатый съезд и хрущевский курс который немецкий философ эрих фронт презрительно назвал гуляш коммунизмом это казалось расскажи поподробнее как они повлияли на мировое коммунистическое движение ну первую очередь двадцатый съезд ну собственно был раскол с одной стороны увидели что кому как бы коммунизм перестал быть революционным вы к представлению что какой-то идет как революционный соглашательство а с другой стороны часть коммунистов в том числе и значительная часть французских коммунистов наоборот сказали ах вот правильно так это были репрессии это было плохо но вот надо помягче быть значит договариваться ну оттуда пошел еврокоммунизм но и просто по-видимому пафос коммунистическое движение было много связано со сталиным не дают со сталиным но тем более если мы посмотрим хотя бы просто посмотрим портреты или фотографии точнее например лидеров французских коммунистов 50-х шатых годов но это не мари старес и не дворис оборуде это уже цель таки преуспевающий чиновник социалисты по сути ну в общем да разница там было ну и трудно сказать какая потому что революции там серьезно александр копакиди объяснял разница между социалистами коммунистами так что коммунист видит себя во главе рабочего класса в борьбе за его дело социалист видеть себя посредника между хозяином и рабочим вот коммунисты они уже отдрифовали к тому времени в общем то есть стали социалистами ну кроме того карибский кризис все левая радикальная молодежь увидела воду в их понимании что произошло что есть две сверхдержавы которые играют свои собственные имперские игры она следом плевать но это была такая очень хорошая карикатура чем одной из левацких французских газет как раз времен холодной войны 60-х годов там с одной стороны стоит такой типичный русский с другой типичный американец они кидаются другую снежками только напомни людям чем заключался карибский кризис это уже из молодых то мало кто знает но это долго рассказать ну кариб в двух словах карибский из это советский союз разместили разместил на кубе ракеты ядерные и американцы впали в панику потому что оттуда ли это буквально пистолетный выстрел в упор и можно в германии а нам на кубе нельзя и фактически дело дошло до ядерной войны то есть стояли держались на грани это дело разрулили на самом деле в ничью разрулили потому что ракеты убрали с кубы но американцы убрали ракеты из турции которые также стояли ну вот это далеко не всем понравилось ну кроме того француз у во франции традиционно богема была левой ну а богема это понятно она всегда чем круче тем лучше то есть если уж левый то ультра а богема бывает правой бывают а ну да учитывая есенина пожалуй кнут гамсон пожалуйста фашист убежденный фашист ну вот из из того времени можно вспомнить конечно две фамилии прежде всего жан пульсартр который стал писать с конца 50-х нечто такое вот тоже левацкое это экзистенционализма он значит сдвинулся в ту сторону ну другой тоже анлюк гадар режиссер действительно режиссер в определенную культовый хотя он меня его не очень понимаю кому каждому свое 67 году он снял фильм китаянка это уже просто маоистская гидка он убежденный маоист то есть он был не просто богем на котором что-то там так нравится вроде как левая вот это был уже на тот момент убежденно поддерживали димао и еще одна обстоятельства это культурная революция китайская которая началась в шестом году в чем тут дело ведь культурная революция существовали хунвебины то есть это была революционная молодежь и вот это было очень привлекательно набегает толпа революционной молодежи хватает какого-нибудь профессора ненавидимого всех зашпарник вытаскивает его на площадь и говорит а теперь занимайся самокритикой я вот подозреваю что многие в своей студенческой юности хотели бы то же самое сделать может там не под красными ложными не просто студенческой а в школьной школьной даже еще более но это студенты но студенты все-таки там более такие товарищеские демократические отношения а вот школьной нет нет вот он во франции красок не было она очень консервативная высшая школа и не только не только студенты или вертикальной но и многие представители интеллектуалов говорили что она устарела ну что там она фактически мало менялась 19 века вот как но все-таки и там не было вот особенно товарищеских отношений и вот еще один факт что с пятьдесят четвертого в 64 год число студентов увеличилось втрое система образования она просто не справлялась ну период она была перегружена и подвисала реально это вот описано хорошо что например в сорбонни люди приходили за полчаса до лекции чтобы хотя бы сесть на пол в проходах на местах надо еще раньше так я не понимаю как же у них с приемом в таком случае не принимали все кто хочет принимали но видимо нужны с другой стороны специалисты были нужны ну не рассчитаны бывает это и на этом фоне образовалось такое движение как гашизм в переводе на русский адекватнее все перевести от леваки ну это собственно те самые левые которого писал товарищ ленин в своей статье детская болезнь релизны в коммунизме вот там все сказано четко по полочкам но вот эта молодежь они скалеют этому и есть это хорошо но давайте все таки мы не будем заставлять людей читать статью расскажи там их основные признаки хотя это революционность революция сейчас революция можно делать всегда главное захотеть и сделать кроме того это спонтанность неорганизованность и оголтел авто анти авторитаризм то есть вот мы все обсуждаем мы планов не вырабатываем мы вот анти авторитария мы вот так решили так чтобы так все сделано характерно что у гашистов были был следующий состав ядром их было 15 группировок 4 анархистских 6 мауистских и и 5 троцкистских мощным вот троцкисты друг с другом живут вот в таком обычной сейчас и тогда две разные две троцкистские группировки это вообще как скандальные соседи в коммуналке то есть это дворец и анархисты разве не так да нет анархисты как раз могут именно поскольку за свободу они а у троцкистов тем более маоистов вот есть одно мнение оно правильное а все остальные они религиознисты так мы у каждого свое мнение да но у каждой группировки ровка не умаистов тоже не думал до 1 а вот ну да цитатик 1 мама товарищ мал в один который еще тогда был вполне жив и процветал а вот долгование его к аж 6 ну вот стоит отметить какие лузунки были они потом были массово озвучены уже во времена красного мая но сформировались они раньше вот будьте реалистами требуйте невозможного мы не хотим жить в мире где за уверенность том что не попрешь с голода платят риском помереть со скуки или вот еще они явно никогда не голодали с 1936 года я боролся за повышение зарплаты раньше за это же боролся мой отец теперь у меня есть телевизор холодильник и volkswagen и все же я прожил жизнь как козел не торгуйтесь с боссами упраздните их вот как видим вот так и глубок глубок глубокие политические взгляды но не большевикам подошли бы летом семнадцатого многие из них они наверное и панком бы подошли или хиппи или каким еще а началось все 22 марта 1968 года в нантре вот тут обязательно стоит пояснить что такое нантр потому что это очень характерно значит на нантр это город спутник парижа на западе города ну и кто представить париж за булгонским то есть не путать с нантом не в коем случае нантр это маленький маленький городишко но если только представляет париж за булгонским лесом на том берегу сены но туда в 64 году обратно выселили филологический факультет из сорбонта то есть это были выселки в ленинграде такое же попытались сделать в 80-х годах когда ряд факультетов вывезли в петродворец но там были все таки в основном химический факультет по математический а здесь филологов задвинули чем места были действительно мрачные потому что никакой культурной инфраструктуры не было слов вообще а было там 12 тысяч студентов большинство которых жило там же там же жил и в общаке а что было вокруг вокруг с одной стороны промзона с другой стороны заводы действующие то действующие выставлять старых стройки перестроили те же самые заводы а с третьей стороны бедон вилле который у нас называется шанхайами то есть это место самостроя где жили алжирский гастарбайс такое шикарное место для левых ну а вот тут самое интересное есть такой роман робера мерли за стеклом который как раз описывает события в нантере буквально документально и там как раз по вот основная мысль этого произведения в том что то они живут за стеклом они из своих аудитории вот прямо смотрят найти вкалывающих алжирцев но и никак с ними не общаться вообще-то разные миры они вот живут своих там левацких делах кроме того там понятно им 18-20 лет они там думают там какую-то трахнуть ту девушку или познакомиться с той девушкой уж там по-разному но тогда была свобода секса поэтому думаешь как отрахнуть левые студенты в россии в начале века это бы вас приняли как призыв к борьбе и прекрасно бы со всеми закорешились но вот они не закорешились вот они вот живут это поэтому за стеклом буржуазные ребята но но пи первые конфликт камеры конфликты с администрации начались за год до этого дело в том что по правилам внутреннего распорядка парни не могли ходить женское общежитие чем не только на вообще не могли ходить не бы никак никогда и когда леваки гашисты решили что это нехорошо а девушки мужское могли девушки могли это составляет возможности несправедливо и так далее но сжига 6 вообще на самом деле явно нужен был просто повод и толпа молодежи парней ринулись в женскую общагу ну кого бы чем все было цивильно у кого были подруги или просто приятницы они пошли вне в комнаты там чай пить остальные шатались просто в коридорах и перекуривали тогда можно было курить это потом запретили но декан факультета вызвал полицию после этого товарищи заблокировались в этой самой общаге сидели там несколько дней но девушки их по девушке их кормили но наверно друг кормить всем понравилось жалоб потом не было ну в конце концов они вышли и гашисты и восприняли как победу ночи это была победа потому что после этого явочным явочным порядком это было отменено шатались уже и девушки ну потом был еще ряд мелких конфликтов в котором гашисты явно нарывались то есть они делают такие ну откровенно провоцировали такие столкновения с администрацией то что администрации считались врагами по определению не только администрации на и профессора гады реакционеры или даже нацисты это тоже говорили поэтому сделать им гадость это было самое лучшее дело по любому буду а повод 20 вернемся к 22 марта а повод здесь был группа студентов из союза из союза поддержки вьетнама была такая организация протестовали против войны во вьетнаме почему-то возле авиакомпании american express какое отношение летчики имеют и американ же написано американ да они кинули булыжник в витрину компании а также там помазали черной краской то есть красной краской извините возле чего шестерых из них загребли проклятые менты французские и это гашисты в нантере решили нетерпимым делом решили протестовать и для чего они решили захватить административное здание это так называем башня это была . восьмиэтажная которая стояла посреди студенческого городка то есть остальные были вот обычные кирпичи такие модернизм стиль это была . они забрались причем забрались мирно у них было был ключ от служебной двери залезли и заняли но это было поздно вечером в пятницу а что было в этой башне то там было много там были служебные квартиры преподавателей приезжать бастевых преподаватели там других стран приезжали читать лекции были разные как личные кабинеты какие-то кабинет там декана и так далее и был зал заседаний большой на самом верхушке они туда заперлись но самое смешное что дело проходило в пятницу поздно вечер и большинство администрации находилась уже дома и спокойно отдыхали поэтому от неформации распространялось медленно к тому же они разумеется представители администрации не побежали сразу же в полицию но это как бы считалось очень неприличным особенно после того что было год назад поэтому они решили подождать утра а те там сидели что они там делали не могли подождать понедельник хотя бы сами вылезли они решили подождать траву с самой рассосется самое смешное что рассосалась дело в том что тех вот шестерых ребят их из участка выпустили но детск посидели ночью обезьяннику болеть отсюда отец валили хотим знали о как выпустили а это мы победили и психологически самое смешное вот если они в знак протеста против тех что их забрали в обезьянник влезли в эту башню а понятно нормально ну вот такая вот странная логика мне трудно понять но тем не менее так было они решили что вот они какие молодцы вы самый известный был такой товарищ даниэль кон бендит его звали который считался анархистом и он ну по сути дела идею на собах не имел кроме того что любая власть это плохо любой авторитаризм это плохо но он был товарищем с ярко выражен артистическими данными толпу он заводил прекрасно очень хорошо умел это делать при том что реально он был не особо буйный то есть он вроде бы говорит очень радикальные лозунги но когда нужно он как-то всегда старался найти компромисс потому что вот когда вы собирались уходить не грудь и дальше у тебя хочу мы сидим точечки человек был я не думаю что он какой-то циничный провокатор скорее всего просто вот богем торги чем богемного плана который получает кайф того что вот он заводит таких людей кстати среди анархистов даже среди российских которыми я общался в 90-е годы достаточно много таких людей было но это нормально и так вроде бы все стало хорошо почти не больно но 3 мая то есть уже спустя некоторое время волнение от чего-то начались снова и на этот раз они начались уже в сорбонни самой сорбонни что случилось там не очень понятно но в результате вызвали полицию там наверно во первых случилось 1 мая до начала должно было случиться но как то они видимо дожигали уже 1 мая прошло тихо как всегда была демонстрация была демонстрация потом была пьянка потом похмелились и и 3 мая пошли революции сделать которая пыталась вытеснить студентов студента был очень много и вот тут они были настроены очень решительно при столкновениях получили тра тра травмы около 500 человек и 550 забрали правда видимо довольно быстро на всем заключались то волнение не захватили опять же с арбону и попытались они стали тому тусовались вокруг и митинговали просто удали вытеснить так человек трогать пусть все митинговали ну много потому что много с красными черными флагами кому же если они сразу ринулись бить ментов так наверное они там тоже велись достаточно разнустанно то ли вообще тогда модно было вестись разнустанно леваки они многие из они принципиально ходили грязными они там анархисты которые тоже они там бухали публично причем они показывали презрение к буржуазному смыслом партию наркоты подвезли или наоборот не подвезли там в общем до конца ну как зависит в принципе вот собралась толпа вы если им хочется побудить они найдут зачем побудить а видимо хотят следующий он туда но дальше какое-то уже пошло то есть вот это как пошел процесс то есть все вот это бурлила студенческая среда и клокотала и 6 мая состоялась новая демонстрация и здесь уже пострадала в том числе 300 полицейских в них кидались видимо булыжниками хорошо это демонстрацию поддержали строители творческой интеллигенции разумеется был жан пульсартер и примкнувший к ним француза саган что там саган делал я не понял она вроде политики вообще не писала но и там были еще там есть еще люди но у меня ничего не говорят я подозреваю что большинство тоже нужно саган пришло потусоваться что касается гадара то он залез в это дело с ногами он стал снимать агитационные ролики левацкие которые значит демонстрировать где-то но это бы все ничего но вот здесь подсуетилась профсоюзы дело в том что профсоюзы были очень влиятельные по франции и они находились они назывались всеобщая конфедерация труда и находились они под контролем французской гуманистической партии долгое время они пытались начать переговоры с дегольным с президентом о каких-то заключения каких-то базовых соглашений соглашение вырабатывать вы заключали то есть формулировались так 40 60 тысяч 40 часовая рабочая неделя пенсия в 60 лет и минимальный оклад в 1000 франков и горь с ними даже разговаривать не собираться а вновь туда кто-то не подсуетились нашли видимо повод и выступили с лозунгом не дадим бить наших детей хотя вряд ли дети рабочих там присутствовали большие были 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 дети рабочих в грамме квалифицированных рабочих конечно же будет то есть профсоюзы тоже влезли в это дело и вот 13 мая в париже прошла самая массовая бантифестация послевоенного времени ну сейчас уже наверное желтые жилеты наверно больше но это я не уточню на улице вышла по разным оценкам от 230 до 800 тысяч человек это овощи от нас ну лозунги были такие деголя в архив прощай деголь пора уходить шарль одновременно воспользовавшись случаями студенты ага шисты захватывают сорбонну вот тут они жестки захватывают ну а дальше начинается процесс очень непонятно дело в том что одновременно с демонстрацией французские профсоюзы объявили однодемную предупредительную забастовку но предприятия начинают поставить уже бессрочно и сами а какие три мы это были самые те самые 40 60 тысяч первым начал завод рено а впоследствии это пошло как эффект домино один за другим и результат был конечно ошеломляющий 22 мая в стране насчитывалось 10 миллионов бастующих при том что население франции составляло 50 миллионов то есть практически все это это о это фактически получился национальная забастовка всеобщая стачка тут я пояснил что всеобщая стачка по эффективности вполне сравнима с вооруженным восстанием но вооруженных восстания до сетом веке было хреново туча разных левых правых или какого угодно а вот всеобщих стачек было 2 1 это дегабрьское вооруженное восстание октябрьское стачка в россии где ты имеешь ввиду а 905 до октября но она была условно всеобщая но сильно ну нет она здесь тоже бы выше то не все но всеобщие то когда вот уже по 10 миллионов это практически все почти все трудовое население вот здесь было так серьезно тем более а рогашисты развлекались по-своему в ночь с 10 на 11 мая во франции во франции случилась так называемый ночь баррикад первая ночь баррикад значит что делать что что случилось франц группа студентов тогда еще пошли к еще не захваченной сорбонния она позже на два дня была захвачена напомню их попытались полицейской силами полиции блокировать ну они не прорвались но стали стали строить в латинском портале квартале баррикады вот с этим полный абсурд и что такое баррикады это уличные забор уличные оборонительные заграждения которые соответственно препятствуют противнику продвигаться в каком-то направлении то есть они что-то защищают это очень хорошо видно если посмотреть на карту московского декабрьского восстания того же пятого года там вот вот просто карту смотрим сразу четко видно что вот это баррикады там все баррикады отмечены баррикады защищали пресня где был штаб где был центр если посмотреть на карту баррикад в латинском квартале это полный сюрреализм они ничего не защищают они натыканы вот просто как-то просто мешают уличному движению кроме того баррикады были в ширинки совершенно это прекрасно видно на снимках то есть ну их можно сравнить с тем что было во времена гкчп вокруг белого дома то есть какую-то хрень накидали мусора но преодолеть не только преодолеть но просто растащить это элементарно тут вопрос а кто их собирался брать в париже эти баррикады их брали немножко дальше то есть это как пачок это это причем как подчеркивают участники майских событий это был чисто символический акт ведь чтобы пойти на баррикады это вот так вот революции революционный символ ну вспомним картина далеко дала круа свода на баррикадах написано вообще за 120 лет до этих событий а вот вы тем более во франции вообще любят строить на национальные развлечения строительство баррикады на баррикадах что интересно местные жители реагировали на это резко положить из домов выходили люди выносили им в корзинах вино зелень сушил такая развлекуха а но столкновение шли бросили церкви 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 с это наш аналог она аму амона но они были общем фаржу например также у них были щиты правда не пластин не пластиковая такие железные ну то ну остальное как выглядит амоновцы все знают студенты были тоже не промах они отбивали с арматурой коктейля молотова а вот омоновцы уж будем говорить так французские они вообще-то действовали достаточно мирно они использовали дубинки и водометы и все хотя вот если человека летит коктейль молота это страшная вещь вообще-то кто видел водой это гасится нет а настоящий коктейль молотова не гасится они были настоящие химфакт фармоне был а это не так уж сложно изготовить в общем то что люди не не озверели главное знать рецепт можно и на на кухне на коленке сделать нет там есть кое-какие достаточно серьезные загустители их на кухне не достичь тогда вроде мыльную стружку добавляли это 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 суррогат суррогат то что там полицейской не озверели это надо отдать должное именно выдержки французских полицейских бронетехнику они не применяли но впрочем у црс не было в своей бронетехники в отличие от нашего ОМОНа а армию не вызывали там только армии не хватало число всех этих развлечений то есть количество жертв точно неизвестно по крайней мере нет сведений о том что были убиты и тяжело раненые хотя впоследствии леваки говорили что якобы их списывали на дтп но обожженные то были наверное раз коктейль молотова кидали ну вот таких вот особых не было то есть даже если были какие-то травмы то они скорее всего не докидывали просто делали эту огненную завесу далее что 15 мая захватили еще одно здание это был театр одеон или национальный театр один из на ней над ним возрую водрузили два флага красный и черный и устроили там открытую трибуну то есть народ сбежал все желающие собрались почесать там языки и круглые сутки тема занимается писали там сетели чесали и вино пили наверное ну и вино пили ну значит марихуану курили насчет там сексом занималась я не знаю среди таких нет наверное занимались марихуану точно курили как же молодежное движение без марихуана но одновременно на заводе рено существилась мечта многих левых радикалов том числе анарх синдикалистов оккупационная стачка то есть и рабочие молодые рабочие в основном они захватили территорию этого предприятия и подняли над ним красный флаг причем судя по всему в сорбонну от рено приходили некоторые группы рабочих вооруженные малокалиберную винтовками мы типа вас будем охранять вот такие снимки ли я видел такие снимки у нас таких статьи хватало в начале века в россии но вот что интересно что каких какого-либо управляющего центра среди молодежи замечены не было не выявлено то есть это происходило вот исключительно непонятно как непонятно кто происходил или зачем это делалось это в общем то это было цветности стихи стихии тот же далеком бендит он в конце концов слился поскольку других лидеров хватило он обиделся видимо он куда-то исчез из города и происходила такая непонятно непонятная движуха в русской революции тоже реального управляющего центра не замечено революции таки было в пятом году в москве точно не было во время тебя русского жанра и в семнадцатом особо не они делали вид что только руководят в семнадцатом не вот как бы типа управляем но реально никто ничем не управлял но во франции творилось то что значительное количество французов оседлала свои машины сквоз транспортом было плохо из-за забастовки и ломанули за границу сколько они были в среде с уверены что сейчас придут ки-то все злобные даже не большевики вообще непонятно кто это устроит тут якобинский большевистский террор со или хотя бы в деревню совместно с изобретением же или хотя бы в деревне и фотографии от пробки автомобили тогда машины были маленькие у французов на которых навьючена явно там огромный на багажник огромное количество шмоток то есть это люди явно не на рыбалку это драмте и никто не знал что делать самое смешное что например советское руководство тоже не знала потому что у них были прекрасные отношения с деголем и зачем это весь дурдом и как на это реагировать в общем и реагировали очень как-то непонятно то есть говорю конечно бунтуют это молодцы а что они хотят вот это так и не было понятно тогда потом конечно ничего делать вина подвести студентам побольше и ждать но потом что случилось 25 мая наконец правительство сподобилось провести переговоры с профсоюзами они шли два дня и в результате беголь удовлетворил все требования профсоюза хотя повторюсь за месяц до этого он даже разговаривать с ними об этом не выкрутили руки все правильно а дальше что хотя существует еще такой интересный момент он на на сутки он исчез полностью выпал из заменевания куда он куда он ездил или летал что делал непонятно хотя есть сведения что он якобы летал в баден-баден в германию где на территории германии были французские воинские части ну это доказательства нет ни того что он летал не тем более что он там собирался поднять военных ну военных поднимать данной ситуации это наихудшее по что можно было сделать но вырезаю но в 30 мая беголь распустил парламент и сказал что будет наводить парламент чем виноват чтобы остаться одному а то есть просто чтобы никто не мешал ну четвертая республика она была очень авторитарно и напоминает прямо скажем современного россии это была мощная президентская власть но видимо пара нам мешаться под ногами можете представить что путин такой ситуации распустил бы дума да в общем нет зачем кому мешать дома думает и думает себе ну возможно такой хотел выбрать себе новый ну я вот мы дойдем дальше когда итоги я скажу я просто это забыл сказать но при подведении итогов в общем распустил распустил о поскольку рабочие получили того чего хотели они сказали ребята ну а чё дальше все окончаем кончаем песни и пляски выходим на работу и после этого в силу правопорядка медленно не спеша но очень верно начали давить студентов они вдавили тоже ненавязчиво без не без применения какого-то особого насилия они очистили ардеон очистили сорбонну и все стало хорошо и почти не больно интересно что практически никого за эти события не привлекли то есть так бываете ну что делать повеселились может если бы их не давили все бы само собой кончилось оставшие без рабочих чего не будут делать из пар выпустил пар вышел в свисток и те кто участвовал здесь они остались в общем-то в убеждении что неприятно провели время месяц тусовали сделать что хотели и так далее вот но ведь на выборах парламентских которые состоялись победили галисты с большим отрывом но через год дегольд решил провести референдум по поводу изменению структуры власти ну там сложно рассказывать что это было но в суть это еще более упрощала его власть вот тут он получил полное поражение то есть референдум про был провален после чего дегольд ушел в отставку если лучше лет то сколько было но не помню много но больше достаточно такой здоровый товарищ на этом кончилась четвертая республика а что началось сейчас вот мы вот тут мы подведем что кто такой был деголь деголь по взглядам был консервативным патриотом вроде на в новых проводе новых правах нынешних новый правый гардер дико он был нет он был классическим правом патриотом вроде пуза тогда да кстати владимир владимирович путин он неоднократно говорил что ему очень симпатичный как историческая фигура это и много цвет есть параллели это был сторонник собственности естественно традиционного общества резон себе традиционного общества левых он не переваривал но с другой стороны дегольд был резко против того чтобы франция стала сателлитом соединенных штатов и он он вышел из нато при нем франция вышли из на он провозглотил равноудаленность вот двух блоков то есть вот северных штатов и советского союза если хоть мы и сами то есть в политике он вот мне чем-то честно в каком году это было выход из нато не помню в 60-х годах но мне он чем-то напоминает батьку лукашенко который тоже стремится быть искать но здесь не же не получилось что левые особенно коммунисты его не любили это понятно потому что коммунисты сами хотели влезть правительство грубо говоря не пускали деголи был и без них хорошо справа он был еще хуже я уже упоминал алжирскую войну алжирскую войну франция проиграла именно деголь провозгласил независимость алжира а ведь алжир это было не колония это был часть франции административно там были те же самые законы то же самое управление что на франции в отличие например других колоний от там конга и других и более мы колонии и в алжире проживал около миллиона французов которые там выросли родились выросли уже не в первом поколении и считали своей родиной а что с ними стало после провозглашения независимости можно представить мы и не могу все что угодно мы имеем опыт распада союза там был то же самое людей стали вытеснять я кстати не говорю что там с положением то есть там это было справедливым устройство устройство общественное устройство в алжире все-таки была на самом-то деле колонии белые имели больше прав чем остальные но французам французам это было не легче поэтому правые относили к деголью плохо ультраправые около 15 покушений на него организовали что характерно не каждый президент может похвастаться таким количеством покушений поэтому достаточно ненадежно его власть а вот это событие они как бы подтолкнули нелюбовь к деголью и он ушел от следующие следующие президенты они все вернули на круги свои то есть вступили в нато а после в евро за после вот и европарламент то есть интеграцию западного общества то есть с американской с американской сфер ленте встречи села и франция бы перестала кстати вот это очень хорошо помнят люди старшего поколения ведь французская культура была пожалуй наиболее полно представлена советском союзе в позднем советском союзе а вот мира и матьео джеда сэн французские фильмы после там группы спейс и жан-ми шей жар надо бы пожалуйста сколько угодно в отличие от битлс и элвис пресли почему-то не было же джеда сэн и мера матьео пожалуйста именно потом именно это вот началось при деголье а потом как-то ж по инерции продолжалось но теперь вопрос некоторые сегодня говорят что это была та самая оранжевая революция которая была спланирована для того чтобы скин скинуть де гольда американцы ну как то странно не проводил референдум так и остался бы вот это странно потому что так как я сказал не было видно никаких структур которые этим руководили в отличие от майданов двух украинских где-то невооруженным глазом было видно я внешне вроде тоже самое баррикады строят молодежь ходит с лозунгами но реально там-то реально все было профинансировано и организовано очень хорошо кстати здесь что нет ну вот никто не нашел вот за столько лет за 50-го года а вот с профсоюзниками там сложнее вот их могли подтолкнуть вряд ли это готовили специально но вот подтолкнуть конкретно профсоюзных боссов то чтобы пойти на обострение ситуации это может быть они просто присоединились к идущему кипишем же надо было добиться ну просто вот конкретно я сказал что принимала отношения не сам не на самом верху федерации профсоюзов она когда-то предприятие а возможно там просто брали горло так же а вот давайте мышь когда начинок кто-то начал до вас уже легче присоединиться потому что идет чем начинать самим тем более было чем говорить с правительством вот несомненно другое что вот эти майские события дали огромный материал для исследования тех для работы самых политтехнологов они увидели как можно ненавязчиво манипулировать дать самый молодежь когда вроде все и не больно весело не больно сделать можно очень то же самое и действительно если мы посмотрим на цветные революции странах восточной европы это очень хорошо очень торчат уши этих этих самых манипуляций то же самое видно у нас вот когда один навальнята бесконечно пытается какой-то движок организовать у нас не получается но вот стиль тот же у нас возможно еще в 90-е годы получили слишком хороший иммунитет опять же да вот и если говорить о 90-е годы то вот было две вещи одна это было гкчп которая вот толпа вся массовка была именно то под тем же самым леканом все делалось это я как как свидетель из непосредственно видел это изнутри это могу сказать четко гкчп я был как раз там как журналист все это видел самого начала до самого конца 2 гораздо более мрачная вещь это октябрь 93 когда реальный протест людей тоже путем манипулирования и очень 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 талантливого манипулирования скажем так вот толкнули в совершенно бессмысленные вещи как то что люди поехали штурмовать останки ну и это сразу дало повод для того чтобы по ним стрелять хотя вот данный штурм останки был полный идиотизм на самом-то деле так что поэтому можно возможно нас поэтому мы не сформировался что люди слишком хорошо помнить что было после гкчп ну видимо да поэтому им уже труднее манипулировать ну вот но вот характерно что в этом действительно начало начало красный май это был началом вот современного мира тем более что же самый кон бендит он был один из лидеров партии зеленых что такое партия зеленых это вот все те же самые левацкие закидоны доведенные до абсурда только они из социального плана переведены в охрану природы на самом деле настолько же идиотские на 90 процентов по моему гораздо более они там есть кое-что ну вот реально в последствии он стал членом европарламента но шутка европарламентом кондит но шутка европарламент мы все напомни еще раз кто это это лидер это тот с кого началось это лидер вот бунта в натре заводила происхождение интересного не украли во франции буржуазная судя по всему раскился во франции но не рабочий ну рабочий а вот это уже очень интересно в общем-то психологии то не было там происхождение могу быть раз дело не психология бы кто член европарламента не будет ну и собственно ведь эти люди в общем-то они значительной степени вот ответственно за тот самый мультикультурализм затем самую толерастию за то что вот сегодня нас слово западный левый это уже ругательство даже вот меня что такое западный я вообще не понимаю западный они там есть полно что если представляет и вот и всякие там социалисты да в общем-то те же самые либералы только под красными черными знаменами то же самое то же самое говорят это же самое делают но иногда вот устраивают еще стычки с полицией особенно в германии любит но про германию хорошо а либералы они они где находятся они не правы они не 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 центрист они какие-то вообще какой-то другой отросток другое измерение это уже можно очень долго спорить это да это так кому же мастили дорогу несчастные лавочники если перефразировать стругацких вот-вот и на мастилиц собственно а что в других странах было в это время все тихо нет или или были подобные же вещи были были в германии были в греции не в греции не было в греции там надо следующий раз расскажу там было все гораздо серьезнее были в германии в италии были но это как-то все дело подемонстрировали помахали флагами пакет подрались полиции перед воспринимался совершенно нормально ну все и разошлись то есть вот каких-то новых центром стал именно париж вот почему так но так сложно пожалуй в общем все что можно сказать об этом деле любопытно то есть те ребята которые тогда учились сорбоне и стали к 90-м годам как бы типа людьми которые управляли принимали решения они как раз получается вышли оттуда из тех настроений недавно появилось такое выражение шикарные левые 70-е годы уже 70-е годы которые вроде да не вот таких вот левых взглядов нам деньги то есть ты полагаешь что мультикуль культурализм это ли расти это левый закидон да конечно левоцкий ну лево-либеральный лево либеральный но мультикуль культурализм точно а что это такое так и не могу понять что сие значит ну а то что вот у каждого у них есть своя культуру бережи а у нас своя ну да навязывать им нельзя вот пускай они хотя а что здесь не так ну потому что ассимиляция в любом случае а вот у него не ходит хиджабе женщина вот имеют право ходить а что здесь не так сейчас помню наоборот запрещают ходить хиджабе не могу понять а что здесь не так тем более запрещают тоже франции ну потому что там другая психология у нас ходят хиджабе кому не мешать самых понаехавших из африки почему не так от нас отличаются они отличаются психологии а именно они отличаются что если нас не давит начнут не слабые мы будем давить нормальная психология феодального общества из которого они и вылезли дома какой-то там взаимном уважении просто речь не идет любой любая любые уступки оценят как слабость поэтому я просто не могу понять почему то что для выхода из ссср естественная вещь на западе какой-то революционный прорыв а тот же мультикультурализм ну у нас ведь тоже у нас извините меня у нас пораньше срывали напомню средние как это 20-е годы было не потому срывали ради освобождения женщин они из-за культуры совершенно совершенно другое ну почему если культура культура много чего предполагает освобождение женщин вот так как у нас не поступали с малыми народами которые берегли лелеяли сохранили как могли потому что не мешает а то что женщина держишь как собаку как во многих мусульманских культур не во всех она во многих другая культура тут с ней мириться уж как не получается либо одно либо другое но в данном случае да ну так вот вот на на самом деле все таки есть же кроме официальных законов есть неофициальные правила общежития в каждой стране и люди если они приезжают они должны либо не при этом у нас все-таки нет бедонвилей люди должны любых принимать и вы не приезжать это по моему это однозначно со своими это можно как-то разбираться на 60 приезжать люди с алжира и начать навязывать свои что сейчас происходит в том же париж нормально результате местные жители начинают чувствовать себя уже лицами второго сорта конечно я понимаю что многие сейчас меня обвиняют в том что я вот фашист но здесь надо все-таки гранди должна быть не ну когда христианин не ест свину чтобы не обидеть мусульманина это бред это это уже и не равенство из обе крайнести вредные как это это дали что только видела это шаг фрау шаг лево побег это тоже не выход ну на же как-то обходится посередине что же и мешает также поступить именно вот эти самые товарищи которые прекрасно душные я думаю все таки все во многом наличие бедонвиле то есть национальных кварталов компану компактное компактное расселение у нас то нет в принципе быть не может в общем то да конечно то есть насколько я поняла эта история такая стала чем-то непонятным да да здесь во многом да вот как это случилось почему это случилось сильно мало понятно то есть объяснение есть но каждое объяснение социальное объяснение и экономические объяснения и фрейдиски но может быть это просто спонтанный выброс энергии может быть и так то значит энергия скопилась какая-то которые выбросили но вот факт тем не менее может у них там с футбольными матчами была проблема еще чем-то и что характерно если это действительно случайность или необъяснимый то это от этого не застрахован никто снова в принципе звезды не так встанут но у нас все-таки есть поп концерты у нас и клубы футбольных фанатов нам в этом смысле полегче ну кстати вот это все и видимо оттуда тоже пошло научились выпускать так парк а во франции этого не было в шестидесятых годах ну это было это было в конце концов на рок-концерты тоже ходили концерты и концерты были все приезжали звезды в париж разумеется но вот этим грамотно управлять что тот вот тут фанаты и вот тут панки вот тут еще кто-то и все там тусуются ведь рок-культура это дело не в рок-концертах а значит клубов которые играют музыку вот человек пошел любила послушал музыку дал кому-то по морде или получил по морде лучше а значит на что это похоже кстати говоря я опять же не боюсь повториться точнее бог с ним но это похоже на то что происходит сейчас какой-то совершенно непонятный спонтанный психоз только в данном случае психоз в интернете тогда был психоз на улицах похоже да то есть это опять же зубы социальной психологии и непознанного в ней ну что ж мы на этом кончаем разговор о майских событиях во франции это очень все интересно и до новых встреч мы с алексеем мы продолжим рассказывать о молодежных движениях 20 века